ПЛЕНОЧНАЯ ФОТОГРАФИЯ ВЕСЬМА ПРОСТО И НЕЗАТЕЕЛЬВА При этом не всегда эффект получается приближенный к настоящей оригинальной пленке Сегодня я расскажу о том, как сделать пленочную картинку двумя способами Есть у нас вот такая вот фотография, это фэшн каталог, который я снимал Соответственно, есть и черно-белый аналог О том, как я перевел изображение в черно-белый цвет, я расскажу вам на каком-нибудь из следующих видео уроков А пока мы с вами будем говорить про имитацию пленки Что такое пленочная фотография? Это, естественно, зерно на фотографии Как ни странно, в далеких 80-х от пленочного зерна всячески пытались избавиться А сейчас, наоборот, мы его добавляем специально на фотографию Значит, самый простой способ, известный каждому второму фотолюбителю Это имитация посредством фильтра NOISE Мы создаем корректирующий слой под названием Solid Color И даем ему цвет нейтрально-серый, то есть это 6 шестерок Нажимаем ОК И идем в меню фильтр Noise Add the noise Выбираем здесь гаусс, монохромный Дальше мы просто меняем размер шума И жмем ОК Дальше наши радостные фотолюбители кладут в режиме наложения Soft Light И получается вот такая у нас радостная картинка Да, за небольшим недостатком того, что если мы отключим нижний слой Приблизим нашу картинку и посмотрим, что вот эта вот картинка с шумом Она сама по себе однородна То есть шум имеет некий алгоритм нанесения на изображение И, соответственно, он сам по себе везде однороден Существуют повторяющиеся участки Если же мы поговорим про именно пленочную фотографию То на пленочной фотографии зерно Или проводя аналог с цифры шум Он не однороден А зерно само по себе имеет различную структуру и различный размер Соответственно Если мы будем говорить про вот этот вот волшебный способ Которым пользуются начинающие фотолюбители То его стоит все-таки слегка проапгрейдить А именно Мы делаем вторую копию слоя с нашим Solid Color И теперь, взяв инструмент Ctrl T Свободной трансформации Мы с вами изменяем размер зерна То есть, по сути своей, у нас с вами получается два различных типа шума Один шум сам по себе достаточно большой Если мы нажмем Alt и включим его Он с большим зерном И второй шум Зажатый Alt Щелкнем по предыдущему слою С мелким зерном И теперь достаточно изменить прозрачность этих слоев И уже получаем более-менее эквивалентную картинку С цифровым шумом Похожим на зерно Единственное, конечно, недостаток Что это действительно не настоящее зерно Но и плюс ко всему Как я уже говорил Очень многие люди даже на втором шаге Они уже останавливаются Но стоит заметить Что если мы говорим про чисто пленочную фотографию На чисто пленочной фотографии Как таковой отсутствует черный цвет То есть сама картинка по себе не имеет явного черного цвета То есть он слегка сероватый Поэтому Что для этого можно сделать Я обычно создаю После слоя с изображением До слоя с шумом Корректирующий слой С кривой И поднимаю нашу кривую А именно ее левый нижний угол Чуть вверх Соответственно за счет этого У нас получаются фотографии не черные А слегка сероватые Вот уже более матовые фотографии Похожие на Собственно говоря Пленочную картинку Это один из способов Это достаточно простой Всеми Наверное известный способ Но все же Итак, повторюсь еще раз Создаем корректирующий слой С цветом Задаем ему значение 6666 То есть 6 шестерок Это нейтральный серый цвет К нему применяем фильтр Noise ADD Noise И соответственно выбираем диаметр Дальше Второй слой Мы делаем из копии предыдущего И с использованием Инструмента Свободной трансформации Или сочетания клавиш Ctrl T Мы растягиваем шум И перераспределяем его На нашей картинке И дальше мы создаем Корректирующий слой С кривой Который выглядит Вот так И который сама по себе Собственно говоря Делает нашу картинку Более пленочной Это первый способ Способ достаточно простой Можно естественно Использовать Всякие фильтры Как Noiseware, Grain И куча всяких Сторонних плагинов Но зачастую Я работаю К примеру руками И одна простая речь С которой вы можете столкнуться Вдруг на какой-то из съемок Или в какой-то момент жизни Вам надо будет обработать картинку На вашем компьютере Установлен только Photoshop И без доступа в интернет То есть ни один плагин Вы скачать уже не можете Такое бывает И достаточно часто Дальше Вторая имитация пленки Уже более правдоподобная Мы возьмем все-таки Цветную картинку Значит Что хочу сказать Если мы говорим Про более серьезную имитацию Пленочного зерна То стоит обратиться К просторам интернета И зачастую На многих фоторесурсах Есть такая интересная штука Под названием Скан Пленочного зерна Естественно Сканы Не всегда хорошего качества Но в принципе Порывшись на Просторах интернета Можно их найти Скачать И собственно говоря Использовать их В повседневной жизни У меня к примеру есть Вот один вот такой вот скан Ну точнее сканов достаточно много Но самые любимые Это Ilford Delta 400 PR И Ilford Delta 300 Это собственно говоря Пленка Со световщитностью 300 3200 Прошу прощения Итак Перетягиваем нашу картинку Она открывается В отдельном окне Я ее копирую И вставляю на наше изображение Ctrl L С помощью инструмента Свободной трансформации Да К сожалению У меня картинка Снята на Камеру с высоким разрешением Поэтому Слой Со сканом Пленочного зерна Гораздо меньше Поэтому я его слегка растяну Хуже от этого На самом деле не будет Нажимаю Enter Вот Что стоит еще заметить Очень часто В интернете Могут попадаться Вот такие сканы К примеру Вот такой скан Он цветной То есть При использовании его На нашей картинке Мы к примеру Откроем Скопируем Command A Command C Или Windows Ctrl A Ctrl C Ctrl V Точно так же Трансформируем Под нашу картинку И соответственно Растяем Мы вот так Тянули нашу картинку Нажали Режим наложения Soft Light Или Overlay Как во многих Очень ресурсах Я всегда с этого Веселюсь На многих ресурсах Добрые люди Советуют вам Класть скан В режиме наложения Overlay Что называется Жесткое перекрытие Соответственно Такая вот Очень нелицеприятная Картинка у вас Получается Нет Кто-то действительно Если любит Грязные картинки Такого плана Это можно использовать Вот даже Режим Soft Light Помимо искажения Цвета Он повышает Еще и Контраст То есть К сожалению Вот такая вот Картинка у вас Получится Соответственно Обычно В таких случаях Я иду в меню Image Adjustment Dissertate Или Ctrl Shift U То есть Обесцвечиваю Наш слой Шумом Он сам по себе Становится Монохромным И при Режиме наложения Overlay Или Soft Light Он повышает Лишь Контраст Без затрагивания Цвета К примеру Мы возьмем Первый вариант Нашего шума Который мне нравится Больше Кладу его В режиме Наложения Soft Light Теперь Помятую Прошлый Метод Я беру Кривую Я беру кривую И подтягиваю Нижний левый угол Чуть вверх То есть Соответственно У меня вот такая Вот картинка Получается Более нейтральная Вот И дальше Уже мы с вами Меняем прозрачность То есть Как я уже сказал Сканы Можно скачать В любом месте Почему мы Все таки Оставляем слой С кривой Потому что Как я уже сказал Все режимы Из группы Overlay До Hard Mix Они Способствуют Увеличению Цветового И яркостного Контраста То есть У вас изображение Становится Более контрастным Чтобы снизить Этот контраст Мы как раз таки Используем кривую Еще есть Второй вариант Помимо использования Кривой Если вы не хотите Использовать кривую Мы можем использовать Слой С hue Saturation То есть Мы заведомо Слегка Обесцвечиваем Изображение И при этом Тогда уже Если мы Забьем все это дело В группу И выключим Мы увидим Что как таковой Контраст Цветовой Не сильно Поменялся На нашей картинке Дальше Если продолжать Этот метод Я удалю Слой С 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 Другим Цветовым Сканом Точнее Зерновым Сканом Прошу прощения Вот Соответственно Что у нас С вами получилось Если развивать Эту тему Дальше Мы можем С вами Еще и Впоследствии Чуть-чуть Пошарпить Наш Наше Изображение То есть Взяв Сделав Корректируем Прошу прощения Сделав Конечный слой Ctrl-Shift-Alt-E Сделав Его копию Обесцветив Эту копию Потому что Мы хотим Лишь поднять Резкость Применим К нему фильтр Другие High-Pass С достаточно Небольшим Значением К примеру На 2 И положим Это в режиме Наружения Overlay Вот такая Вот уже более Резкая Пленочная Картинка Получается Иной раз Можно повышать Резкость К примеру До Использования Слоя С текстурой То есть Вот здесь Вот на этом Этапе Можно повысить Резкость Потому что Как завещали Наши Великие Преподаватели Фотошопа Повышение Резкости Это конечный Этап Приобработке Изображения А поскольку Мы заведомо Кладем слой Шумом Значит мы заведомо Ухудшаем Качество Нашего Изображения Поэтому Когда вы Ухудшаете Качество Я рекомендую Чуть-чуть Поднимать Резкость Чтобы Само Изображение Не сильно Поплыло Ну и Помимо всего Прочего Естественно Еще раз Кор Слой Сделали Можно Использовать Всякие Варианты Тонирования То есть Получить Некий Даже Кросс Процесс С пленки Можно Я с вами Затонировал Картинку Чуть В синий Чуть-чуть В желтый С использованием Кривых Я об этом Рассказывал На прошлых Занятиях И на мастер-классах По Резуши Поэтому Я не буду Объяснять Что я делаю Я просто Слегка Затонирую Картинку В те Цвета Которые Мне Самому Нравятся Вот Что у нас Получилось Вот такая Пленочная Картинка Сейчас Мы Склеим У нас Получилось Сделаем Скриншот И Сравним Что было Что стало И То же самое Здесь Что было Что стало Вот Два Варианта Имитации Пленочной Фотографики На этом Наш урок Закончен До встречи В наших Следующих уроках Подписывайтесь На наш канал На ютубе На ютубе